Я вернулся! FIFA 16 Ultimate Team, монеты, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabu.ru, ссылка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и прежде всего я должен сказать, простите, что оставил вас на две недели без видосов. Все потому, что я отдыхал в Турции на море, и теперь у меня полно сил и энергии для того, чтобы создавать новый контент, видосы, стримы, играть в FIFA. И так далее. В общем, что у нас сейчас? Сейчас у нас проект под названием Fatal, и в этом проекте турнирчики будут участвовать 16 крутых игроков, и о них несколько позже, сейчас о правилах. Итак, мы должны начинать проект из состава, в котором будет один герой и 10 серебряных игроков. В каждом выпуске нужно будет играть два матча. Итоги первого и второго матча считаются вместе. Как оно все считается, я расскажу несколько позже, а сейчас важный момент. В конце каждого выпуска я должен буду предложить вам на выбор две пары игроков, по два игрока в каждой паре, и, соответственно, вы будете выбирать ту пару, которую хотите увидеть в моем составе. Теперь, собственно, о том, что меня ожидает и каким образом здесь все считается. Итак, за каждый забитый гол я буду получать 20 тысяч монет. За каждый забитый гол моим героем, игроком Аймотом, я буду получать 30 тысяч монет. За пропущенный гол я буду терять 20 тысяч монет. Победа в серии послематчевых пенальти плюс 20 тысяч, поражение в серии послематчевых пенальти минус 20 тысяч. Если мой соперник сделает рэдж-квит в первом тайме, это будет плюс 100 тысяч монет. Если же мой соперник сделает рэдж-квит во втором тайме, это будет плюс 50 тысяч монет. И если же мой соперник сделает рэдж-квит в дополнительное время, это будет плюс 25 тысяч монет. Если я получаю красную карточку с каким-то из игроков, я должен буду поменять его на бронзовую карточку. Каждая обновочка в вашем составе должна включать в себя золотого игрока, то есть если я буду менять кого-то из своих серебряных игроков, то каждый раз это должно быть золото и только золото. Перед вашими глазами участники этого проекта Fatal Pro, именно да, потому что здесь будут собраны те игроки, которые так или иначе связаны с киберспортом, хотя честно говоря не все из них мне известны как игроки, которые состязались на про-турнирах, тем не менее большинство из них все-таки имеет свою историю в этом деле. Итак, у нас Горилла и Гаррет Байл, Харри и Гризман, Потан и Санчес, Футвиз и Дебрюне, Сойлавер и Диего, Ови и Давид Вилья, я, собственно, и Лукаку. Ромелу Лукаку, это мой герой и о моем составе несколько позже. Джукс и Хамес Рудригес, Краси и Погба, Кефир и Пайет, Инцепшн и Рэмзи, Дирти Майк и Видаль, Доктор Эрхано и Фернандо Торрес, Брюс Гранек и Кака, Альфонсо Рамос и Роналду, Фифалайс и Гонсало Игуаин. Правила вам рассказал, участника вам представил, теперь можно показать и состав, с которым я буду сражаться. Моим героем будет, как вы уже поняли, Ромелу Лукаку. Да, просто зверь. Посмотрите на его характеристики. 90 удар, это же 86 пейс для такой машины, а? Это очень даже много. 88 физуха. Это просто убийца. Я очень надеюсь на то, что он будет тащить всю команду на себе, по крайней мере, пока она серебряная. Слабая нога 4 звездочки, это очень даже важно. Жаль, конечно, что нет 4 звездочки на финтах, но ничего, зато Болл Ролл есть. Ну и представим вам всех игроков моей команды. Итак, в воротах стоять будет Уэйн Хеннесси, который должен был запомниться вам, как и мне, своими выступлениями за сборную Уэльса, которая аж до полуфинала на Евро дошла. Справа в защите у меня будет стоять молодой испанский паренек, который все набирает обороты, Эктор Бельерин. Цементировать центр моей обороны призваны Джейсон Динаер и Кристиан Кабаселло. Вот эти два бельгийца из Манчестер-Сити и Уотфорда, соответственно, должны просто стоять как стена. Слева в защите у нас Патрик Ван Анхольд, игрок из Сандерленда, очень-очень быстрый. Собственно, люблю быстрые фланги в защите Белерин и Ван Анхольд, это 88 и 91 пейс, соответственно. Линия полузащиты, которую открывает Рубен Лофтус Чик. Я не помню в каком из своих видосов, но я уже играл с этим парнем. И несмотря на то, что оверлд скилл у него 66 всего лишь, играл он просто, ну как называют, не по годам умный, тащить на себе рояль. Вот задание этого парня, Александр Тетти из Норвегии, у которого, в принципе, все более-менее сбалансировано. Ну и третий полузащитник Делла Али из Тоттенхэма, и я думаю, что он вам запомнился своим хорошим выступлением в этом сезоне английской премьер-лиги. Мне запомнился. Левое крыло моей атаки это Майкл Антонио, 92 пейс. Четыре звездочки на неудобной ноге и на финтах. И кроме этого, 75 физуха. Правое крыло моей атаки это Мэтт Филлипс, шотландец, и у него также потрясающий пейс. Четыре звездочки на неудобной ноге и на финтах. Ну и Ромелу Лукаку, главный герой моей команды, который просто должен уничтожать. Таким вот образом выглядит мой состав в данный момент, и я надеюсь, что эти ребята смогут мне помочь показать свою лучшую игру. Так, две недели без фифы все-таки отдыхал, и геймпад от Xbox, который я не очень люблю, не самые лучшие условия для начала, но я буду сражаться. Я надеюсь, что все получится, все будет хорошо. Жду вашей поддержки. Ставьте лайк, если хотите пожелать мне удачи. Уже завтра ждите мой первый выпуск. Постараемся побеждать. С вами был Ёжик. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь играют красиво, и здесь будет жарко. До встречи и всего хорошего.